Кока-Кола объявила о запуске производства легендарной банки в Узбекистане. Это стало возможным благодаря налаживанию новой линии производства совместно с зарубежными специалистами. Все это позволит повысить объем выпуска товара и снизить цены на продукт. Сейчас у меня в руках одна из первых баночек Кока-Колы, которая произведена в Узбекистане в самом легендарном дизайне. Ранее вы их могли видеть, но они были импортные. И вот как раз тут на задней части красуется надпись «Сделано в Узбекистане». Линия, которую вы видите, запущена недавно. Она произведена в Италии. Ее производительность — 14 тысяч банок Кока-Колы, Фанты и Спрайт в час. Раньше данный вид продукции импортировался из рубежа. Недавно приехали инженеры из Италии, они наладили линию. Теперь мы сами можем производить и насыщать внутренний рынок баночной Кока-Колой. И цены на баночную колу понизились в два раза. А теперь минутка истории. Формат напитков в банках впервые появился в 1960 году. Тогда открыть банку без помощи открывалки было невозможно. И в 1964 году с участием компании Кока-Кола была разработана и представлена компанией Баттлером банка с подъемным верхом, в которой так нуждались производители безалкогольных напитков. А 22 апреля 1969 года впервые на рынок был выпущен кластер ПЭК-контейнер на 24 банки Кока-Колы. Это стало еще одним и далеко не последним новшеством компании. Также банки использовались для проведения масштабных акций с целью привлечения внимания людей к важным социальным темам. Например, в 2011 году совместно со Всемирным фондом дикой природы в США и Канаде была запущена компания, которая получила название Арктический дом. По этому случаю классическая Кока-Кола была выпущена в белых банках, символизирующих цвет Арктики. По итогу компании удалось собрать рекордные 2 миллиона долларов. Это была одна из самых успешных акций за всю историю Кока-Колы. Но вернемся в наши дни. И отметим, что запуск банки с лозунгом сделано в Узбекистане выбран не случайно, ибо компания ценит традиции страны, в которой она работает.